Какие вы знаете лайфхаки для нашего тела, которые реально работают? Мой лайфхак для смягчения чувства боли. Дышать ровно и глубоко, не задерживая дыхание. Вдох носом, выдох ртом. Помогало при переломе ноги и при родах. Я всегда, лёжа в кровати с закрытыми глазами, начинаю представлять сюжет целой истории. Чем больше деталей вы начнёте добавлять, тем и вправду быстрее ваш мозг начнёт уставать. Вы не заметите, как уснёте. Не приходится всё время открывать глаза и смотреть в темноту, снова их закрывая из-за бессонницы. Мозг будет занят. На мне всегда работает. Может кому поможет. Тут уже сказали про слюну перед рвотой, что она покрывает рот, защищая горло. Хочу добавить, если слюна резко становится кисловат и слегка походит на кислоту, пощипывает горло. Это знак того, что у вас осталось около 4-5 секунд перед тем, как ваш обед снова увидит свет. Про боль в боку. Чтобы она не возникала, нужно держать спину прямо. Так лёгкие будут лучше насыщаться кислородом и дышать животом. Именно животом, а не только грудной клеткой. Тогда лёгкие будут полностью насыщаться кислородом. Также вдох должен быть в 2 раза короче выдоха, чтобы углекислый газ успел выйти из лёгких. Бегаю уже так 2 месяца. Почти не устаю при беге и не чувствую никакой боли в боку. Красота. Лайфхак, который я открыл для себя год назад. У меня часто случаются судороги икроножных мышц во время сна. Одной ночью ногу опять свело, я просто поставил её на кровать. То есть поднял колено вверх, а ступню поставил, будто стою на земле. При этом остальное тело продолжало оставаться в горизонтальном положении. 3 секунды и я снова могу спать. Буду рад, если кому-то это помогло, как и мне. Как не чувствовать боль или сбавить эффект? Во время прививок, ушибов и так далее. Расслабьтесь. Чем больше вы напрягаетесь, тем сильнее будет болеть. Говорю это потому, что этот метод всегда спасает меня у зубного. Когда мне скучно, я включаю фонарик на своём телефоне, переворачиваю фонарик на себя и с ним перед своими глазами, быстрыми движениями рисую разные фигуры или кружки. Потом эти рисунки остаются у меня перед глазами, будто бы 3D. Я могу управлять ими. Изменено. Если вы хотите попробовать, то смотрите в одну точку, но не в сам фонарик и быстро двигайте телефоном. После работы во дворе или после тренировки, мне хочется просто без движений полежать на полу, а не на кровати. Так как на кровати полежав минут 10, я могу сразу вырубиться, а полежав на полу, я не засыпаю. Так зато усталость проходит быстро. Это доказывает, что даже твёрдый пол удобнее моей кровати с матрасом Дормео. Если вам временно нужно увеличить гибкость, то встаньте в полусогнутую позу, таз назад, спину прямо. При этом стойте на пятках и пытайтесь раздвинуть пол в стороны. Давите пятками по сторонам, чтобы ваши ягодицы напрягались. Делайте так 30 и более секунд, и тогда вы не будете чувствовать боли при растяжке. Ребята, как вы знаете, монетизации на русском ютубе сейчас нет, а деньги нужно как-то зарабатывать, собственно, жить там, деньги там, питаться, вот это всё. Поэтому рекомендую зайти на наш бусти, посмотреть пару видосов, оформить подписку, там, 100 рублей в месяц всего лишь. А я как-то буду, ну, типа, питаться, ну, за этот счёт, наверное. Всем спасибо, кто оформил подписку. Кто оформил подписку, всем благодарю. Если вы опаздываете, но будучи ни разу не спортсменом, у вас одышка через 20 метров бега, попробуйте увеличить шаг, но не слишком. Уравновесьте дыхание так, будто прогуливаетесь и найдите для себя ту ширину шага, при которой вам будет комфортно так дышать, но при этом вы не будете подпрыгивать при ходьбе или ходить как цапля. Это действительно работает, и при этом у вас не будет одышки при остановке. И как плюс, за вами реально не угнаться. Ходом не поспевают, а бегом только если с мелкими шажками. Отлично работает, если не особенно хочется с кем-то общаться. С недавних пор мне приспичило просыпаться в 5 утра, а для того, чтобы это делать, нужно было раньше ложиться спать. И у меня свой метод, как быстро заснуть. Ложитесь в кровать, закрывайте глаза и начинайте считать. Да, просто считать от одного и так далее. Если вам так легче, можете считать овечек или что-то другое. Но я предпочитаю просто считать. Таким образом, мне удается легко уснуть, когда я досчитываю до 250 или 300, уже вырубаюсь. Кстати, если начать считать резко и быстро, создается ощущение, будто вы бегом поднимаетесь по лестнице. Это прикольно. Пользуюсь этим методом уже около месяца. Заодно подняла планку и теперь просыпаюсь в 4.30 утра. Надеюсь, это кому-то помогло. Лайфхак для тех, у кого заболел зуб во время, когда стоматолог уже не принимает. Например, ночью. Разведите стакан воды с солью и прополоскайте полость рта маленькими глотками воды, пока стакан не закончится. Ваша боль пройдет. Изменено. Соленую воду не надо глотать или полоскать горло. Именно полость рта, а потом выплюнуть. Эффективный способ остановить икоту. Стоя, наклонитесь чуть-чуть вперед, а потом сделайте пару глотков воды. У меня есть такой косяк в организме, что если я долго смеюсь, то начинаю икать. Видимо из-за спазмов диафрагмы. И этот способ мне всегда помогает. Всегда использовала этот лайфхак. Если мне что-то болит, я начинаю заглушать эту боль. Вкалывая ногтем в палец руку или щипаю себя. Делала это всю жизнь на автоматическом уровне. Тело будто забывает предыдущую боль и акцентируется на новой, хоть и более слабой. Если вы о чем-то думаете и не можете уснуть из-за этого долгое время, то просто резко представьте черный экран и начните прислушиваться к звукам вокруг. В этот момент надо ни о чем не думать. Единственное, что должно быть, это то, что вы должны лежать и пытаться не представлять вещи и думать. Обычно такое быстро срабатывает. Если слишком сложно, то просто резко начните слушать свое дыхание или любой другой звук, а потом максимально игнорируйте его. И еще насчет совета близоруким и дальнозорким посмотреть на что-либо через маленькое отверстие. Работает. Я делал очень маленькое отверстие с помощью руки. Типа делал рукой жест окей, но супер маленькой дырочкой. И смотрел на предметы. Удавалось рассмотреть ноты с расстояния примерно 30-40 сантиметров, при моих минус 3. Лайфхак для насморканцев, которым негде лечь на бок. Надавите большим пальцем левой руки на небо, ближе к зубам, а указательным между бровей. Я делаю это 10-15 секунд. Таким образом, должны раздвинуться кости, которые мешают отеку удалиться самостоятельно. Давить необходимо с такой силой, что вы почувствуете раздвижение костей. На крохотную долю буквально. Зато в течение 10-30 секунд отек начнет исчезать. Не пользуюсь каплями уже лет 10. Я с детства, когда собираюсь спать, выдумываю в голове какой-то сюжет с челами, который я сама придумала у себя в голове. Или что-то типа, я попал в дараму с выживанием. И придумываю, как я там выживу, с кем дружу. И пока я придумываю все это, я даже не замечаю, когда успела уснуть. Без этого у меня никак не получается спать. Я бы была отличным сценаристом. Насчет быстрого засыпания. Тут либо самоконтроль тренировать надо. Я как-то раз заснул, всего лишь мысленно приказав себе спать. Честно говоря, по ощущениям это было очень странно, и проспал я тогда часов 8. Либо надо, чтобы ваш мозг устал, ну или самое банальное, это просто утомить организм. Ну там, пару десятков приседаний, из десяток отжиманий и пресс. Так вы просто утомите организм, и вам будет легче уснуть. А если легче заснуть не станет, то все равно спорт это полезно. Занимайтесь спортом. Если вы бежите и у вас заболело в боку, например в правом, то можете сделать вот что, даже не останавливаясь. Бегите и вдыхайте воздух, наступая на левую ногу. Если болит левый бок, то все то же самое, только наступая на правую. А выдыхайте, наступая на правую. Проверено на себе. Боль уходит секунд через 5. Кстати, когда у вас повышенная температура тела, активность вашего мозга увеличивается. На уроках попробуйте вдыхать воздух через нос, а выдыхать через рот. Подобные дыхательные упражнения улучшают кровообращение, и ваш мозг работает лучше, чем обычно. Понять какую-нибудь тему на уроке становится намного проще. Хотя с эффектом от температуры это не сравнить. Но все же. Надеюсь, это кому-то пригодится. Моя мама часто использовала фишку с отвлеченным вниманием, когда у меня были панические атаки или что-то подобное. Начинала спрашивать про моих любимых персонажей, мультики, что мне нравится и так далее. Лучше всего работало то, что она спрашивала про какую-то вещь у меня в комнате. Что это и для чего? Если вы начали якать, глубоко вдохните легкими, не диафрагмой, и расправьте плечи. Будьте в таком положении, пока не якнете снова, но не начинайте дышать. Когда якнете, будет приятное ощущение, будто какая-то натянутая мышца расслабилась. Выдыхайте. Мне помогает в 99% случаев. Насчет тошноты. Чтобы тошнота прошла, вы должны вырвать, либо выпить таблетки, но они есть не всегда. Само оно просто так не пройдет. Выпейте обычной воды, 3-4 глотка. Втяните живот, наклонитесь на 90 градусов, чтобы получилась буква Г. И откройте рот, надавите на живот. После того, как вас тошнит, выпейте горячий сладкий кофе, а после поспите. После сна чувствуешь себя как огурчик. От волнения еще можно избавиться, если дуть на большой палец в течение нескольких минут. Постоянно так делаю, прежде чем идти рассказывать какой-либо реферат, потому что если я волнуюсь, то все забываю. Если вы чувствуете, что сейчас чихнете, то попробуйте нажать на переносицу и держать, пока чувство не пройдет. Помогает, когда вы в людном месте. Вот лайфхак, как не уставать, когда вам надо быстро дойти куда-то. Нужно немного согнуть колени и делать большие шаги. Попробуйте. Я так часто делаю, когда иду со школы. Это так классно. Когда я так делаю, то у меня не болят ноги, и я иду очень быстро. Когда у вас случается сонный паралич, начинайте двигать языком. Обычно вы можете во время паралича двигать языком или глазами, остальное отключено. Через пару секунд паралич закончится. Мне это всегда помогало. Чтобы быстро уснуть, представьте, что вы автор. Придумайте персонажей. Или же можно просто взять их из любимого фильма, мультфильма, сериала, игры и так далее. И начните придумывать с ними какую-нибудь историю. Обычно не позднее 20-й минуты я вырубаюсь. Еще как лайфхак, хоть и старый, но рабочий. Если задолбался сидеть на учебе, пойди в медпункт. Попроси померить давление. Когда начнут измерять, нужно сильно жать пальцы на ногах. Не помню, работает ли с руками. Давление повысится. Я так пару раз свалила после первого же урока. Важно, не применять слишком часто, а то с такими постоянными скачками давления вас и в больницу отправить могут. А на этом все. Если видео вам понравилось, обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал. А также, если не сложно, оставляйте комментарий более чем из 4 слов. Это очень поможет продвижению данного ролика в рекомендации. А также напоминаю про наш бусте. Там вы найдете дополнительный контент без цензуры. Большое спасибо за просмотр. Всем пока.